всем огромный привет с вами константин мазила я рад приветствовать вас на своем канале ну и конечно на канале center shot лучшему сообществу нижайший поклон от меня здорово парни и так сегодня у нас видео скажем так рукодельная поделаем своими руками и это видео будет как руководство к действию повод для этого видео был достаточно давно потому что очень многие ребята видят какие вязочки у меня на облочном луке все спрашивают где это где их возможно купить я конечно же отвечаю что я их делаю сам просто мне приятно для облочного лука вязочку сделать сам я не очень люблю вот эти шнурки простые до либо тряпочки какие-то даже фирмовые вещи мне не очень нравится я люблю сделать уж кондовую такую вязочку хорошую чтобы она и зимой и летом была очень удобной чтобы она не растягивала чтобы в общем я чувствовал себя с этой вязочкой комфортно чего и вам желаю и многие просит просили меня чтобы я снял видео о том как я плету вязочки на блочный лук и я говорил что когда наступит момент когда мне понадобится еще одна вязочка я обязательно сниму видос и сплету при вас это очень просто делается вот за моей спиной лук который я скажем так на тест мне пришел я его уже немножечко помучил сейчас пришло время его отстреливать отстреливать это значит что нужно его обвешивать одним из обвесов у нас является вязочка у меня ее нет поэтому нужно сделать вот хороший повод для того чтобы снять видео как я плету вязочки сразу скажу что нам понадобится нам понадобится дощечка ну и еще ребят я знаю что из паракорда можно сделать вообще очень много интересных вещей я умею делать только вязочку поэтому обращаясь тем ребятам которые умеют из паракорда плести произведение искусств сразу извиняюсь я вот покажу то как делаю я ну я считаю что получается в принципе красиво удобно и мне нравится не знаю как вам профессионалам но мне нравится и так понадобится дощечка понадобится два саморезика понадобится либо нож либо что-то чем можно резать паракорд и зажигалка ну и конечно же паракорд сразу пару слов о паракорде его очень легко заказать в интернете очень просто миллион магазинов где его можно купить я даже не сомневаюсь что если в вашем городе поискать то можно и в городе найти всевозможные солдаты удачи магазины шанхайки где продаются китайское всякое барахло там паракорд продается то есть паракорд можно купить в принципе этот паракорд можно заменить на какой-то другой на какую-то другую ну если вы пойдете в крепежные изделия я думаю что веревок там миллион можете выбрать себе там синюю красные зеленые какую угодно и тоже сплести но лучше конечно же брать паракорд и так давайте я вам покажу как я плету вязочки на блочный лук поехали берем паракорд либо какую-то другую другой шнурок и первое что нам нужно сделать это определиться с с длиной с длиной будущей вязочки чисто эмпирическим путем я вычислил что для меня для меня самый идеальный вариант длины это вот я одеваю на запястье и до мизинца еще даже длиннее чуть-чуть надо взять вот я в два раза и и складываем в два видите и одеваю вот примерно вот тогда до мизинца плюс плюс минус один сантиметр ну нет ни минус конечно плюс сантиметр обрезаю и здесь обрезаю и так вот такая у меня длина получилось еще раз мерю вот мизинец и плюс ну где-то сантиметр полтора может два дом плюс минус это не 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 очень важно теперь нам надо вот эти два кончика соединить вместе что мы делаем мы берем зажигалку и сразу оба конца оба кончика начинаем подплавлять чтобы одновременно они заплавились то же самое то же самое как петельку дело и соединяем их будьте аккуратны потому что горячая все вот я соединил пожалуйста то есть достаточно прочное соединение получается вот соединил вот наша будущая вязочка то есть это у нас фундамент вязочки скажем так теперь берем палочку и вкручиваем первый саморез первый саморез одеваем будущую вязочку на дощечку берем второй саморез натягиваем чтобы она в натяжку была и вкручиваем второй саморез вот у меня веревочка ну более-менее натянута на палочку все теперь можно приступать к тому чтобы вязать из паракорда вязочку сейчас я веревку интересно сколько у меня здесь метров два четыре ну шесть посмотрим сколько останется так и так у нас на палочке надета веревочка и пошли начинаем вязать вязать очень просто и так продели сначала под нашу основу веревку и завязываем простой узел самый простой узелок делай вот завязали простейший самый простой что ни на есть узелочек вот так подтянули его повыше затянули как следует и начинаем плести теперь все очень просто оба конца перемещаем направо направо у нас образуется на левом узелке вот такая петелька правый конец мы помещаем сверху на левый конец вот сверху видите да все очень просто оба сместили вправо и получается вот такая схема вот такой такой вот здесь петелька здесь параллельно основе мы продеваем под нашей основой и продеваем в образующую петлю затягиваем затянули как следует теперь если мы вправо сначала смещали все теперь влево смещаем влево смещаем опять образуется такая петелька опять сверху у нас уже теперь левый конец перемещаем его под основой и продеваем в образующую петельку затянули все очень просто показываю еще раз оба конца влево левый конец сверху ложится на правый проходит под основой и входит в петельку затягиваем очень красиво получается теперь опять оба конца вправо правый конец сверху ложится на левый параллельно основе продевается в образующуюся петлю и затягивается опять все у нас в левую сторону левый конец сверху на правый видно да под основу и затягивается в общем вот так я сейчас уже чтобы не затягивать сплету все все остальное и покажу что мы будем делать дальше и и от и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так, не под корешок, но миллиметров 5 оставляем. И здесь тоже миллиметров 5 оставляем. Берем зажигалочку, подплавляем аккуратненько. И то же самое со вторым концом. Все. Вот такая вязочка у нас получилась. Я надеюсь, видно. Вот такая вязочка. Очень красивая, симпатичная вязочка. Вы можете здесь точно таким же образом, ну скажем, вот так сложили, да? И посередине сделать еще одно такое же вязание. Сейчас я покажу у себя на своем луке. То есть сделать ее пошире. Вот такая... Сейчас я все уберу. Вот такая красивая вязочка. Очень красивая. Давайте оденем ее на лук. Давайте. Берем лук. Берем вязочку. Берем стабилизатор. Все очень просто. Одеваем вязочку. Продеваем в петельки, которые у нас на концах были. Первую петельку одеваем. На резьбу от стабилизатора вторую. И закручиваем стабилизатор в райзер. Все. Пожалуйста. Вот у нас стабилизатор. Вот наша вязочка. Очень красивая. Очень симпатичная. Вот я так покажу на камере. Вот наша вязочка. Крепко держится. Она держит форму. Хорошо держит форму. То есть не надо... Знаете, когда из тряпочек она болтается. Здесь как это... Надо руку туда засунуть. А здесь нет. Вот все. Вот. Она держит свою форму, свое кольцо. Вам только остается продеть. И все. Чуть-чуть длинноватую я сделал. Можно чуть покороче. Но мерьте основу. Мерьте как следует основу. И будет хорошо. Хотя для зимней стрельбы самый раз. Отличная вязочка. Вот так у нас получилась. Вот такая симпатичная вязочка. Как-то вот так. Пробуйте. Делайте. Я считаю, что сделанная вязочка своими руками... Это приятно. По меньшей мере приятно. Ну и потом... Сами посмотрите. Как это смотрится на луке. Просто офигенно. Просто супер гуд. Супер гуд. Всех обнял. Всем пока. Пока, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok